привет всем сегодня у нас с вами этюд акварелью зимний пейзаж мы сначала определимся где у нас будет земля где у нас будет небо и наметим легко контуры крыш потому что у нас наверняка будет освещенные окна и чтобы немножко оживить композицию мы все-таки присутствие людей будем предполагать наши композиции где-то здесь у нас будут деревья скорее всего это будут сосны еще совсем не оставшиеся не опавшая листва на ветках к чему все это и объясняю нам надо научиться работать акварелью 1 этюд акварелью наши будем так говорить коллекции будет выполнен частично по сыром вот задний план я промачиваю таким образом чтобы обойти силуэты домов и краской когда буду заливать задний план чтобы он как бы растворился то есть там будут деревья небо поскольку мы знаем что вдали должно быть все обобщено это двинуть на задний план все то что находится далеко будем пользоваться этой техникой то что будет прописано красками пишем на переднем плане будет работать уже по другим правилам там мы будем набирать краску буквально по сухому листу так следует поступать если хотим передать плановость композиции то есть передний план что за ним дали и еще обратить внимание насколько я сложный даю цвет до сложный цвет если он еще погашен вот смешением таких цветов разных и теплых и холодных и даже немножечко черного можно добавить они эти цвета не будут бросаться в глаза и в общем будут служить фоном на котором будет уже можно более выразительно на переднем плане изобразить все что мы с вами решили то есть деревья вот так примерно мы начинаем работать теперь нужно обратить внимание на акварель акварель краска особенно она отличается от вашим потому что работать нужно наверняка акварельной живописи нет возможности исправлять в ходе работы пока еще допустим свежая краска и можно было можно туда облить методом вливания какой-то другой цвет это допустимо но перекрывать и делать многослойную живопись довольно опасно особенно в таких этюды поэтому цвет заранее продумываем поскольку я решила что этот цвет будет сложный заднем плане там какие-то деревья какие-то тени в общем это все довольно условно то и небо будет таким же не ярким и не может быть не даже не вы не так сказать они не настолько будет плотным потому что чтобы он нам сгладить задний план и том числе в небо кстати над головой у нас темнее горизонта светлее поэтому будем будем брать цветовую гамму вот если еще и берем мы хотя бы какую-то такую выразительно с красным после высыхания и после того как красочка разольется по листу по заранее смоченному она немножечко конечно погаснет поэтому нужно рассчитывать на то что краска кстати краска вот видите какими цветами я пользуюсь да вот на палитре это все понятно и вы уже обратите внимание что акварель в чистом виде не рекомендуется использовать в редких случаях когда это акцент или какой-то там камертон вот еще заливаю такие просветы за счет того что краска перетекает на другую даже яркий цвет не будет таким взрывным будем так говорить акварель ведь у меня простенькая но я сразу говорю вам что качество краски влияет на качество работы если в краске есть гумиарабик это очень важно заметьте потому что это такой составляющий ингредиент краски позволяет конечно же ее обеспечить ее качество заменитель декстрин делает краски дешевыми в качестве значит ее такой невысокой цены что ли но зато качество краски совсем другое гумиарабик есть он и в гуаше конечно не только акварель это такая там африканская самола какой-то акации и очень качество значительно вот от количества гумиарабика зависит количество качество краски мы с вами пользуемся не самыми дорогими краской потому что у нас заявлено что вы начинающие художники вот эту часть которую мы сейчас прописали а живопись пишут можно увидеть иначе у вас обязательно расплывется по-другому вообще художники кто работает акварели очень много элементов случайности и цвет иногда кисточка даже пишет экспериментировать менять этюд переделывать заново для акварели это обычное дело не всегда художник как это будет тем более если речь идет об эти люди а у нас эти то есть выполнены буквально там минут за двадцать работа выполнена минут за двадцать не более так поэтому мы как бы не рассчитываем на то чтобы использовать огромное количество времени и чтобы вы начинающий любитель живописи могли понять как последовательно можно выполнить несложную композицию данном случае пейзаж это сейчас заполняют ну вот а цвет я взяла тоже не случайно все эти цвета есть в небе эти цвета есть где-то в растительности и вот замешивая на палитре такие сложные цвета нюансы и отличия друг от друга 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 не очень нет особых отличий это тоже на это нужно обратить внимание окошки оставляю специально потому что они у нас засветятся в конце конце когда мы уже будем прорабатывать после высыхания конечно же вот сейчас когда мы будем прорабатывать уже остальное удалим а сейчас самое главное нам нужно перекрыть темные части дома как бы снег у нас лежит на крыше поэтому не трогать крышу пока не берем внимание даже и так цветовая гамма и и палитра видите если посмотреть внимательно замешивается вот буквально в перетекая небольших пропорциях друг друга цвет можно в этой же лужицы найти его оттенки здесь много краски не ходит кстати акварельная живопись очень экономично в этом смысле подороже стоит бумага бумага значительно отличается друг от друга вот бывает там сейчас у меня среднее зерно из крупное зерно от этого отличается и качество ее по цене иногда отличается очень хорошая бумага стоит не дешево в магазинах мы ищем только акварельную бумагу потому что обычная бумага не дает хороших эффектов краска впитывается вроде как неплохо но после высыхания становится бледно и невзрачной и будем оставлять белый снег у нас будут какие-то такие сумерки снег уже вот пусть будет таких голубоватых оттенков пусть у нас там будет далее типа может какая-то часть напоминающая не знаю озеро возможно это проталинки снега где-то белый снег не таки оставим больше так считать что снег у нас разный на заднем плане холоднее на переднем чуть теплее да зеленый цвет вот почему-то сюда сам просится как бы логики в этом мало ну живописцев у акварелистов если так если хотите они всегда помнят о сбалансированности цвета и коричневый ядовитый не может быть он тоже погашен вот у нас с вами теплого очень теплого будет немного только там огни где-то из окошечка которые кстати мы предполагаем что это возможно ранняя зима вот и уже хозяева готовятся возможно даже к новогоднему празднику есть ощущение будущих рождественских событий люди не ложатся люди уже рано может быть даже включают свет такие сумерки потому окошечки засветим колючим свет во все окошечки где оставили для них в рисунке место конечно же он еще будет немножечко отражаться на сугробах я боком держу потому что мне надо наклонить и чтобы красочка немножко стекала таким образом не образовывалось таких ядовитых капель ядовитых капель приходится наклонять акварель 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 работать лучше на планшете сегодня попробуем так ну теперь такую небольшую тень все равно сделаю потому что слишком белый нам надо его погасить задний план не должен вырываться все что у нас на заднем плане не должно быть очень ярким самым ярким у нас здесь останется только останутся только светящиеся окна в чем суть данного этюда то есть его учебный характер как акварель нужно работать в последовательности сверху вниз например как смачивать чтобы размыть задний план как подбирать сложно цвета замешивая вплоть до того что включать уже сюда немножечко черного цвета потому что черный цвет создает ощущение ощущение спокойного то есть замешивает такие оттенки чтобы они были благородными ствол немножко у нас темный получается к тому же мы его должны немножко обогатить холодными оттенками но поскольку вот у нас мечебный рисунок я хочу доказать что на переднем плане все намного плотнее и мы выделяем передний план это наша задача в данном натюрморте увидеть как пространстве изменяется выразительность тона насколько темнее светлее как закомпоновать на листе чтобы горизонтальные и вертикальные линии дополняли друг друга то есть вот смотрите этот горизонт намеренно сделала неровненьким да вот такие же неровные у нас будут и веточки деревья сюжет конечно исключительно надуманный но у нас же это этюд мы уже не делаем какое-то произведение искусства для нас очень важно поработать над выразительностью еще раз повторяю задний план должен быть почти размыт будем так говорить а передний может быть выразительным особенно как деревья мы сейчас с вами дорабатываем это вот будут такие полузасохшие какие-нибудь листочки и эту красивую абсолютно серую казалось бы краску это не черный цвет сюда нужно подмешать и коричневый и зеленый и вот немножечко не обменяя свои оттенки эти мазочки нет не случайно это нам нужно зрителю доказать что даже вот это такая казалось бы старая листва или там какие-то старые сучки у них есть живописное качество тут какая-то елочка старая при старой рядышком конечно я захотела такую молоденькую показать но ведь рядышком с ней остается какой-то еще с прошлого года ну я не знаю наверное старая уже елочка у нее оттенки другие все молодое более яркое так у нас на переднем плане так будет не будем увлекаться потому что у нас с вами еще нет ничего слева здесь обязательно сбалансировать нет по массе это не должны быть такие же темные не такие такие же большие это должно быть более легкое по тону и попроще будем так говорить выполненная группа деревьев цвет тоже мы не можем исключить коричневый все равно все-таки все-таки здесь просится цветовая гамма близкая к этой палитре или к этому колориту но так же ярко не стоит потому что центром композиции все-таки не являются именно эти деревья но как бы число три и в живописи вообще мы композиции это наблюдаем оно особенное оно очень хорошо компонуется три ветки три дерева три человека и так далее если бы мы поставили одно одинокое дерево совсем бы было грустно и скучно так за счет вот таких груб деревьев как бы стоящих рядом друг с другом не случайно создается впечатление комфорта вообще пейзаж передает всегда настроение человек несмотря то что это уже сумерки какие-то сейчас еще солнышко или это лунный свет что-то обязательно упадет на эти деревья и тень мы еще покажем но все равно настроение должно быть на уши вот можно так первый этюд у вас не должен быть сложным таким простым и достаточно так не хотела палитры нам осталось только тени поэтому мы можем использоваться буквально на последнем этапе синим цветом к нему можем добавить еще какие-то оттеночки чтобы не было откровенной раскраской цвет чуть-чуть я добавила зелененького и чуть-чуть может быть какого-то такого надо смотреть чтобы синего было конечно же больше тени-то холодные и представим что у нас где-то еще падает там еще закат не но как бы не завершился тут уже как бы не вышлила какая-то луна и вот она светила возможно за спиной у нас деревьев всю эту опушку леса будем так говорить пожалуйста у нас туда ну если как понимать как уходит тень вдаль уже понимаете что центрическим образом туда устремляется если понаблюдаете природе вы скажете что я права ну тут уж детали тут вроде как может быть какое-то озеро или тропинка или вот на переднем плане скорее всего это была такая снежная пороша немного выпало снега там какой-то бережок сейчас немножечко еще добавим каких-то простых оттенков вроде как напоминающие тени сугробы снежные да и там где-то берег наверное озеро озерков небольшое или прото иначе теперь вы видите что передний план надо проработать немножко я наклоняю специально тут видите так получилось потому что надо чтобы краска стекала говорит что лучше на ком-то планшете это держать можно было наклонять так ну и последнее не хочется чтобы это был совсем детский такой сказочный сюжет все-таки работа стремится к реализму поэтому будут не такие символические какие-то звезды там и так далее на самом деле будут горящие звезды да ну вы знаете есть состояние в природе такое когда и немножечко луна и еще где-то какие-то закат не ушел бывает это вот при случае когда абсолютно чистое небо и так еще добавить какие-то детали вот тут наверное окошечки еще добавить вот так где-то может рамы засветиться должны нужно засветиться поэтому мне надо немножко рамы хочется подкорректировать вот там где-то тени еще свету по снежный покров немножечко топнуть как под ветками как бы чуть-чуть больше темного цвета это можно подчеркнуть не будем судить строго вот такая работа этюдного характера который не занимает много времени очень поучительная как можно просто ну да достаточно выразительно работать прекрасная работа всего доброго подписывайтесь ставьте лайки до свидания друзья